Талантливый юноша из подмосковного клина с фамилией, по легенде, идущей от древнего рода царя Соломона, Григорий Консон. Виртуоз, изящно играющий на скрипке и передающий каждый звук мимикой лица. Игре на инструменте четырехлетнего мальчика стало учить отец, профессиональный скрипач, преподававший свое время в Солнечногорской музыкальной школе. Уже в семь лет Грижа победил на престижном в 90-х годах конкурсе молодых талантов, посвященном 150-летию со дня рождения Чайковского. Тогда мальчика заметила богемная публика, и для него началась новая гастрольная жизнь. Талант, если он предположит, что он у меня есть, это прежде всего обязывает работать, много работать, по много часов в день ежедневно. Причем, будучи, то пение, скрипка, музыковедение. В девятилетнем возрасте Гриша Консон попал в Америку. Его лично пригласил туда Эндрю Ллойд Уэбер, автор известной рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». За рубежом молодому виртуозу открылись большие возможности для гастрольной деятельности. Мальчик уже тогда исполнял сложнейшие произведения Чайковского, Паганини, Шимановского и Новачика. Он выступал перед принцем Майклом Кенским в Англии, участвовал в вокальном концерте в Соединенных Штатах, поддерживал нашу сборную на Олимпийских играх в Атланте. Западная публика с восторгом встречала Гришу Консона, но он всегда стремился вернуться домой, на родину. Остаться нет. То есть я предпочитаю жить в России, и мне тут нравится. Ну, если хотите, я очень как-то чувствую себя русским человеком. Прикипел в нашей природе. Мне нравится смотреть на мою реку, там, на которой стоит наш дом, в котором я живу. И там всегда лягушки квакуют замечательно летом. Потом лес вокруг. То есть вообще не бывает так. Я за рубежом нигде не видел, что была река, лес и поле одновременно. В 2002 году Григорий Консон окончил Российскую Академию Музыки имени Гнесиных по классу скрипки, а два года спустя стал ее аспирантом. В это же время у скрипача-виртуоза проснулся певческий талант. Он стал серьезно заниматься академическим сольным пением с выдающимся педагогом, профессором Академии Гнесиных, народной артисткой России Зарой Долухановой. Необычный голос консона, контртенор, отдаленно напоминающий женское пение, редкий для российских исполнителей. Мама Григория, профессиональный музыковед и член Международного общества Йорк Вильха Енделя, впервые услышала контртенор в Германии и предложила сыну попробовать спеть также. Музыка Сегодня Григорию Консону 24, и он по-прежнему востребован публикой. Каждый его день расписан по минутам, репетиции, гастроли, занятия музыковедением. Профессиональная деятельность отнимает все свободное время. Но молодой артист всегда находит возможность встретиться с друзьями или просто послушать любимых эстрадных исполнителей. Убить них Юстон, Мэраю Кэрри, Джо Кокера, Татьяну Буланову, Кристину Арбакайте, Ларису Долину.